друзья я говорю вам здравствуйте сегодня у нас суббота и мы продолжаем тему аудиоаксессуаров а точнее скажем так по тему кабелей и если вы помните а у нас был вот такой вот кабель на обзоре совсем недавно это у нас на исчиси кей silver c5n помните мы о нем говорили да и вот сегодня у нас на обзоре его практически брат-близнец ну наверное чуть старший первый вышивший с утра бы потому что это на исчиси кей orange sir 6 м и опять таки сразу значит и сидеть заходят с козырей говорят что у нас тут очистка медий идет по стандарту 6n это конечно все круто замечательно но будем слушать как это дело звучит как это дело происходит наверное я несколько наушников возьму из тех что мы слушали silver c5n почему-то здесь orange sir ну orange понятно почему-то там си тут sir кто знает напишите пожалуйста в комментариях ладно я не об этом наверное нужно и конечно проведем параллели между двумя этими кабелями потому что они похожи как будто реально близнецы просто цвета чуть-чуть разного этот такой больше загорелого оранжевого золотистого такой бледный как будто бы не ездил в этом году никуда отдыхать по понятным данным причинам вот и друзья прежде чем мы начнем с ним разбираться хочу сказать спасибо вам мои дорогие зрители и подписчики за ваши просмотры за ваши лайки за ваши подписки за вашу поддержку хочется сказать особое спасибо тем людям которые помогают творить этот контент чтобы он выходил на моем канале это те кто донатят карточка если что в описании там же как бы ссылочки будут на этот кабель на инсту откуда эти фотки на на facebook еще там есть там чатик есть неплохой аудио чайная в telegram тоже я там иногда бывают вот иногда не бывают все зависит как от времени но если что меня там нужно найти короче говоря полно там информации то что спонсором я предлагаю за то что они становятся спонсорами канала а я приготовил огромное видео которое смотрят сначала спонсоры а потом я выставляю их на канал то есть вы можете быть первыми я вскидываю туда в общую кастрюльку и потом по одному достаю как бы и вывожу в эфир вот так что если что заходите будем рады и я всегда рад общению рад вашим комментариям на все стараюсь отвечать если на что-то не ответил пожалуйста напишите еще раз я мог забегаться мог youtube просто мне не показать в оповещениях не дни ваша ваш комментарий короче говоря я всегда открыт для вас дорогие мои вот и давайте будем все-таки уже рассматривать этот кабель они водичкой тут друг друга поливать и так вот перед началом важной части мы только принимаем легкий душик из моих приветствий и благодарности все да друзья кабеля от на все сетей или же от нищенска приходят вот в таких вот нищенских пакетиках этот кабель где-то позиционируется как вроде какой-то там топовый около флагманский и стоил он ну местами где-то и 40 долларов и больше но почему-то как-то выстреливают вот кабеля от наш си си кей особенно на 4 и 4 пентаконе по каким-то диким скидкам и я его взял что-то около что-то меньше 15 долларов не помню там 13 12 но помню что в меньше 15 и только на больше десяти на тот момент когда я его купил вот ну как бы шикарная цена на самом деле за этот кабель вот это вот которая там 15 долларов скажем так не больше 15 долларов но как насколько долго такие вот акции будут продолжаться и как это будет происходить я не знаю взял увидел цену думаю так попробую если если что он набрался кабелей но если что все равно потом значит значит продам потому что себе я подбираю модульные от айви пью от айви пью от ксинша как бы а значит и си кей специально вот четко тупо брал для обзора чтобы поделиться с вами своими впечатлениями от него вот эти вот смоточки еще коротенькие на таком толстом кабели но как бы одну большую и обмотать кабель нельзя но это вообще как бы неудобно все неудобства на этом моменте заканчиваются кабель у нас в принципе смотрите вот так вот в завид хорошо как как его собрат silver который серебряный тоже как бы стать таким же образом свит напоминает мне все это как я уже говорил как вот рыбок из капельниц плели в моем детстве в таком глубоком детстве это было и вот мне вот это вот плетение этот момент напомнило фурнитура хорошая неплохой большой набалдашник с надписью на все сякие такие вот уже увесить ну они легенькие то на вид такие увесистые объемные с вытянутыми пинами то есть там где для наушников очень хорошо в которых есть углубление но я на самом деле слушаю даже на кидисе и вешаю спокойно эти кабеля и слушаю очень очень аккуратно как аккуратно нормально слушаю ну как бы все у меня аккуратно происходит ничего не выламывается до рычаг большой как бы она как бы и нафиг не надо такое дело вот лучше подобрать конечно может что-то другое но qdc мне в коннекторы совсем не нравятся потому что они зеленеют там медь и окисляется внутри тут может быть происходит то же самое но этого хотя бы не вижу а если не вижу значит у меня все хорошо да кстати написано об этом кабеле следующая я брал в официальном магазине наши сики там же ссылку и оставлю какая будет цена на момент когда вы будете смотреть я не знаю то ли это будет 15 долларов то ли это будет 40 то ли это будет выше цена плавает от ой ой какой космической да вот такой вот попроще да вот это у нас заявлено как 6 n а бескислородная медь да вот лихо круто но тут же написано плюс медный кабель высокой проводимости для наушников hi-fi то есть какой-то кабель здесь есть 6 н а какой-то кабель высокой проводимости то есть этот не весь этот проводник очистен ну то есть по высокой степени очистки от кислорода подвержен вот ну как бы на секундочку чтобы вы понимали как обстоят с вот с вот этим вот дела жил у нас здесь 16 плетение действительно плотная тугое почти не расходится фурнитура в принципе нормально на единственное что как я уже говорил опять-таки в обзоре на его собрата вот это вот бусинка одну не знаю лучше наверно вообще без нее чем с ней она то в принципе свою роль выполняет но как часто вы пользуетесь вот этими бегунками ну так вот мне вот интересно напишите пожалуйста я практически никогда очень очень редко я пользуюсь это не знаю зачем как-то машинально начинаю дергать обычно как бы без него все хорошо друзья и вот сейчас вот пока снимал вот это вот эти вот вступления технические характеристики еле сдерживался чтобы не начать спойлерить чтобы быть таким предельно сухим и сдержанным ну то есть как бы и чтобы видео шло своим чередом чтобы было его интересно смотреть все-таки это как бы и кусочек шоу и как бы видео для развития кто кто зачем смотрит кто смотрит для знаний кто смотрит чтобы сделать покупку а кто смотрит и как просто шоу так вот ребята это офигеть я думал они будут одинаковые вот ну честно вот я уже послушал ну думаю куда в принципе там дальше думаю будет то же самое просто тут как бы красочка другая пока использована все остальное одно и то же как бы тут чуть-чуть зажили или проводничка вроде как здесь все толще его больше ребят вот это оказалось как бы еще массивней еще объемней вот залупила так ну что на бедных сися и фла саббас прорезался которого в принципе здесь нет здесь что-то такое ласковое там где-то будет на заднем фоне было для подчеркнуть этим он прямо вылез он прямо под залупил прям вообще прям зажили эти наушники вот тут уже они такие вот так настолько близко художественному повествованию подошли я специально оставил все эти же модели как бы для сравнения потому что ну ну сами понимаете во первых это гораздо удобнее чем сейчас все начать переслушивать на новых наушниках во-вторых они как бы ну хорошо чувствуют чувствуют кабеля потому что это светлые наушники вот как бы и даже на облом bl max тоже такие низкие прорезались еще меньше стала сцена в ширину больше объема больше мощи саббас аж прочувствовался как бы я убирал отсюда во все там золотые серебряные кабеля ну даже нету смысла и рядом положить ребята ставил вот этот вот чисто медный с подрисованным графеном он даже кажется так как-то бледнее светлее что ли этот как-то агрессивнее выглядит если бы мне дали при слепом прослушивании вот это вот эти два кабеля я бы сказал что вот эта игра чистое серебро вот это было бы так чисто широко вот но по-настоящему а это именно лупашило я бы сказал что вот это вот это вот там медяхи насыпали так что хотя тут вроде как бы какая-то посеребренка присутствует да то есть а здесь вот чистая медяха ну все дело в проводнике вот этот какой-то смешанный не очищенный проводник или очищенный нет ни как бы не степенью очистки а как-то там как попало называется вот он принес нормально таких искажений я жене давал послушать вот этим вот еще кабелем когда обзор делал на этот капель и вот этот и она сказала что вот тут как-то хромче стало зацикала сильнее запищали как бы в че а оказалось у меня жена в че фоб вот так вот в жизни бывают противоположности сходятся да то есть как бы и ей как бы немножко громче немножко как бы запилила этот ей был был немножко больше подходил кстати на на пандах давал слушать я лично на пандах вообще не смог слушать а этот поставь все они полностью слили панды вместо вы честь здесь по какая-то фигня сплошные искажения корки шевеления шились шелестение ну вообще просто убили вы че этой модели я если бы слушал я бы слышал что слушать я не планары какие-то там недорогие наушники от простите ребята из кз возьмем вас за пример бывали у вас такие модели так что как бы все по делу что я слушаю какие-то недорогие наушники динамические отказе ну там в диапазоне там 40 50 долларов вот и это динамо и она вот там как-то идет где-то в надрыв где-то в шелест то есть на на низких в надрыв до высоких в шелест в такой мусорный везде по всему этому повытягивала какие-то искажения какие-то по всему а чеха ну блин ну опять-таки если вас какие-то светлые наушники вашей коллекции недорогие в сегменте до 19 долларов немножечко подустали своей какой-то безразличностью ровностью без эмоциональностью то вот это выход вы реально как будто бы это вот ну два двое разных наушников вот здесь вот на вот этом вот кабеле они такие сухие ровненькие четкие передающие информацию на этом они прям залупили хотя сцена крепко сузилась ширину перестаешь чувствовать я не скажу как в глубину как бы до уходит но планы она тоже не начинает строить она просто вот из-за вот этого массы напора уходит туда в глубину и и всех делов называется вот как бы так поэтому мы тут долго заморачиваться не будем поэтому этот кабель я ставлю но это не мой совершенно не мой вкус кабелях я люблю серебро я люблю чистоту я люблю ширину я люблю протяжительность я люблю четкие детальки от которых конечно можно и подустать но все же я вот 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 такую подачу люблю очень редко мне хочется чего-то массивного я достигаю это совсем другими методами беру просто меру и получаю тут динамическую подачу как на которой я хочу отдыхать от там светлых детальных наушников сверхсветлых сверх детальных да поэтому я ставлю еще ниже на каком-то месте в прошлую неделю до в прошлую я буду так чтобы она вышла через неделю буквально чтоб свежо придание и и вам было интереснее смотреть все это дело и мы ставили на девятнадцатое место дан этот кабель этот кабель вообще уходит на 20 там ниже идет тренд н8 там или то же самое там тренд и 2 утен 8 это по моему с модульным да с модульными кабелями трен кабелек очень похож на т2 просто там что-то н8 написано но трен это все таки немножечко уровнем пониже действительно уровнем пониже этот кабель так вот папа интереснее там дальше уже вообще qkz т1 вот ну это такое это туда как бы совсем совсем низкий целый сегмент вот это все таки ну действительно поинтереснее будет но я бы не хотел бы с этим кабелем может быть я даже бы лучше бы остался с qkz т1 вот честно но очень многим людям кому нужны низкие частоты я могу смело рекомендовать вот этот кадр понимаете вот это вот реально мне вообще не понравилось вот такой вот от кибир кабелек он там на последнем месте у меня вместе с а от найс и сеги такой же расцветки тоже есть кабель тоже все обзоры были на канале вот этот он очень мутнит подачу он или так теплит темнит делает сглаженный если здесь это резко напористо объемно до шуршит до шелестит да но какие-то детали прорезать какие-то нюансы можно слышать этот вообще все скрадывать сглаживать к теплая музыкальная подача даже ну я музыкально не могу назвать теплая сглаженная такая вот подача чтобы ничего не шелестела нигде не резанула нигде не затрещала вообще укротить вот именно резкие какие-то от сверх резкие наушники вот наверное этот кабель подойдет и одну вот этот как-то как-то все же лучше вот вот такое вот мое мнение такое мое резюме по всем вот этим вот вещам а вам друзья я желаю счастья здоровья процветания чтобы никакой войны слушай это быстрее закончилось и мы могли вздохнуть и зажить счастливой жизнью всем пока всем добра подождите ребята какой пока какой добра нет добра обязательно всем все это не отменяется просто такой легкий по скриптам у меня вот такой еще кабель от наишься кей завалялся мне уже страшно его брать в руки честно сначала этот я думал это такое как бы потом вот этот меня переубедил и этот прямо стал он шире реально шире как бы и детальней каплю монитор не если это так можно назвать но это короче бред полный ну вот как бы просто вот шире чуть-чуть чуть-чуть качественнее чуть-чуть панорамка лучше чуть-чуть расширения ненамного но это четко чувствуется то есть у меня еще один кабель от наишься кей я начинаю от них уставать друзья мои если честно вот такой вот и наверное на него тоже стоит как бы сейчас продолжить вот эту серию обзором вот этим вот кабелем дан так я считаю что теперь всем пока